МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГУЧАЛА ПА ВЫНИКАХ СЮНЕШНІЙ СУСТРЕЧЫ ДЕЛЕГАЦЫЙ А ПЧЫМ ЯШЕЙ ШЛА РАЗМОВАЙ, ЯКЕ ПРАЕКТЫ МОГУЦЬ БЫТЬ РЕАЛІЗАВАНЫЙ У РАМКАХ МИЖРЕГІОНАЛЬНАГА СУПРАЦОВНІЦВА, ВЕДАЯ АЛЕКСИН СІРОУ ДЕЛЕГАЦЮ АРАДБОРСКОЙ ВОБЛСТІ У ГОМИЛЕ ПРАЕМАЛЮ, ПАЛАЦЫ РУМЯНЦАВЫХ ПАСКЕВИЧАВ, У ЗАЛІ УРАЧИСТЫХ ПРИЁМОВ ТОЛЬКИ ПА ГЭТОМ ФАКЦЕ МОЖНА МЕРКОВАТЬ АБ ТЫМ ЗНАЧЕНИЕ, АКОЕ ТУТ НАДАЮСЬ ВИЗИТУ РОССИЯН У ВЕРСНИ МИНОЛГОГОГОДА ПАМИЖРЕГІОНАМИ БЫЛО ПОДПИСАНО ПАГОДНЕНИЕ О СИБАКОВОМ СУПРАЦОВНІЦВЕ, ЗАРАСС НА ДОШЕЛ ЧАС ВЫЗНАЧИТЬ КОНКРЕТНЫЕ НА КЕРУНКИ УЗАЕМОВЫГОДНЫХ КОНТАКТОВ АП СФЕРЫ УЗАЕМНЫХ ИНТЕРЕСОВ МОЖНА МИРКОВАТЬ ПО СКЛАДЕ ДЕЛЕГАЦИ И ГОМИЛЬЧАН НА ПЕРАМОВЫ ЗАПРОСИЛИ КЕРУНЬКОВ МЯСОБМОЛОЧНЫЙ КОМПАНИИ СПАРТАКА АТАКСАМА АКЦИОНЕРНЫГО ТОВАРИСТВА ГОМИЛЬ АГРОКОМПЛЕКТ, ЯКОЕ ЗАЯМАЕЦА ВЫ ТВОРЧЕСЬЮ ПСТАЛЕВАНИЯ ДЛЯ ЖИВЁЛАГОДОЧЕГО КОМПЛЕКСУ И ПЕРЕПРАЦОВЧЕГО ЛИНЫ. У ВОГУВИ ПЛАН КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРЕЕМСТВУ ДА ПАГАДНЕНИЯ ПО СУПРАЗОВНИСТВЕ У ГАНДЛЕВА ЭКОНОМИЧНОЙ, НАУКОВОТ-ТЕХНИЧНОЙ, ГУММАНИТАРНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ СВЕРЫХ БЫЛ ПОДПИСАНЫЙ У ЛИСТОПАДЕ МИНУЛГА ГОДА. ЛИГАТА НЕ ЗНАЧИТЬ, ЧТО ДОКУМЕНТ НЕ БУДЕУ ДОКЛАДНЯТСЯ. ПОЧАС СУСТРЕЧА У ГОММИЛЕ БАКЕ ОГУЧИЛИ ПЛАНЫ ПО СУМЕСТНОМ СТВОРЕННИИ ТАК ЗВАНОГО НАРОДНЫГА ТЕ БЮДЖЕТНЫГА КОМБАЙНА. СТАРАЕМСЯ СОЗДАТЬ КОМБАЙН И ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ ТО, ЧТО МЫ СЕГОДНЯ ИМЕЕЕМ. И, конечно, Вы видите, какая сегодня большая конкуренция между производствами и выиграет тот, кто будет иметь более дешевую продукцию и мини-тирая качество. Сегодня в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о том, как включить в нашу российскую программу продукцию ГОМСЕЛЬМАШа. И руководство ГОМСЕЛЬМАШа было у нас в области, мы встречались, тоже договорились о том, что мы приедем сюда и продолжим вот эту работу. Сегодня ГОМСЕЛЬМАСЯ ВОБАСТЬ ВЕЛЬМЕ ЗАТЕКАВИНА УПОШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОГО СУПРАЦЕНИСТВА ЗА ОРЕНБУРГСКИМ РЕГИОНАМ. По выниках минулого года взаимный товарооборот склад 170 миллионов долларов, а Леомаль 168 миллионов из их. Наш импорт в основном нафта и нафтопродукты. Хоть только экономикой контакты областей не обмежуются, что подтверждает включение в программу визиту Республиканского науково-практичного центра родозрительной медицины и экологии человека. Оренбургская область не потерпела непосредственно от Чарнобырской катастрофы, а Ле после ядерных испытывов 1954 года, яке были проведены на Тотском полигоне, онкологичные захворывания сиротместовых жахаров стали нередкой заявой. А тому и наши по Чарнобырской проблеме тут не успремают всех чужие. Поверьте, мы вместе с вами были, есть и будем до тех пор, пока не сделаем все для того, чтобы и не поможем тем людям, которые вот там пострадали. Я бы так сказал, можно много говорить, мы все понимаем, о чем мы говорим, мы все понимаем, что этим людям и территориям, которые пострадали, надо помогать. Олег Синчуров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля активно развивается долевое будовництво жилья. Летось у городе над Сожем з'явилося 10 новых шмат поверховок. Гэт один из показчиков социально-экономичного развития региона, яке у минулым годзе трымалося выканать. Кольки шмат поверховых домов з'явится у областным центры селета, и по яким кошці будуть продавать кватеры, у репортаже Марины Северьяновой. У минулым годзе долевым способом набыття уласной кватеры скористалися свыше тысячи человек. Темпы по объемах забудовули гомельских микрорайонов селета знизятся незначна. Усе будовничные пляцовки вызначены, на некоторых активно ведутся работы. Наприклад, у новобудовули по улице Барыкина усе кватеры уже размиркованы. У мае почнется прием заяв у шмат поверховку Побач. Людей привабливая худкий процесс будовництва изразумело адекватный кошт квадратного метра. Мы сейчас предлагаем в трех ценовых категориях жилье. Первое жилье – это жилье для нуждающихся, коммерческое, прежде всего, жилье для нуждающихся. Определили на этот год преимущественно район застройки 1994-1996. Вот там будут эти дома расположены. И с учетом той себестоимости, которая на сегодня есть, мы где-то выходим на 6,5 миллионов рублей для нуждающихся. Это дома с ограниченной прибылью, с 5% ограниченной прибылью для нуждающихся, в улучшении жилищных условий. Следующий сегмент, он, скажем так, более для среднего класса. Он идет в районе 10 миллионов рублей. Это где-то, допустим, застройка по улице Барыкина мы начинаем. Возможно, объекты по улице Докутовича сейчас у нас начинаются. Полностью от улицы Красная до Кирова мы будем сносить частный сектор и садить там дома. Там уже цена от 10 до 11 миллионов рублей. Вот такая цена. Ну, она более близкая к центру, более удобное транспортное сообщение и так далее. Ну, и есть какие-то элитные у нас точечные объекты, которые мы садим, может быть, в перспективы парковой зоны или так далее. Вот там цена, ну, мы планируем пока в районе тысяч долларов. Люди заинтересованы в том, чтобы на сегодняшний день построить жилье ниже рынка. То есть мы идем ниже рыночной стоимости. Специально у нас экономическая программа так сформирована, чтобы у человека был интерес вкладывать свои деньги именно с нами, инвестировать в новое долевое строительство. Поэтому мы даем, скажем так, скидку, дисконт на сети на рыночные цены в этом микрорайоне. И те люди, которые заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье, они готовы строить его с нами вместо того, чтобы приобретать его на вторичном рынке. Что тычется другасного рынка, то за опошний тыдень лютого середний кошт-кватер, який опропануется до продажу, снизился на 1% и склау омаль 15 миллионов за квадратный метр. Усяго за первые два месяца года на другасным рынку областного центра заключили свыше пау тысячи сделок. Найбольшую колькость у микрорайонах Шведская горка, Аэродром, Мастиша, Мельникова, Лух, Сельмаш и Фестывальны. Дарыши, самыми популярными з'являются квадры у домах 1960-1989 годов побудовы, а так само у новобудовлях. У них, дарыши, и самый высокий кошт квадратного метру – от 12 до 17 миллионов рублей. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, Сергей Лукашук, Тель Радио Компания Гомель. Шляхи взаимодействия мясовых выканавчих уладов с первичными организациями БРСМ сегодня обмерковали на видео-селекторном посяжении у Гомельским областным выканавчим комитете. У делу им приняли около 2000 человек из всего региона. У тем лику – представники улады, предприемства и громадского объединения БРСМ. Увагуле выники минулого года показали, на кольки важная для молодых людей «Патрымка выканавчая улады». Так, у 2015-м, дякуючи Гомельскому Аблывы Канкаму, у делники конкурсу «100 идей для Беларуси» отримали шанс на увасабление своих проектов у життё. 8 левших конкурсантов с Гомельщины были узнагороджены грошовыми сертификатами. А кроме того, присоединение Аблывы Канкама для них были организованы встречи с керавниками предприемства и представниками бизнеса, которые зацикавлены в реализации новых идей. Те инициативы, которые поступают от молодых людей, те просьбы о помощи, которые поступают, мы, конечно, не все можем реализовать своими усилиями. Поэтому нам, конечно, необходимо, и мы только видим залог успеха в том, чтобы в полотворном сотрудничестве с местными исполнительными властями. Поэтому в связи с этим мы сегодня собрались, чтобы определить точки соприкосновения, поставить общие цели и задачи на 2016 год. Выпускники высшейших навучальных установ рыхтуются до обороны дипломов и у худким часе отправятся на свое первое место працы. Меж тем, молодые специалисты, которые по году тому приступили после размиркования до выполнения своих службовых обовязков, уже поспели адаптоваться до новых умов. Как работают вчерашние студенты в сфере аховы здоровья Мазырского района, доведался Дмитрий Котов. Урач-рентгенолог Настасья Часнакова только робит первые кроки у своей профессии. После закончения Гомельского медуниверситета почала працевать у Мазырской городской поликлиницы номер два. Покуль молодого специалиста у сёза довольняя. И умовы працы, и заработная плата. Урач-хирург Инна Дударова так сама выпускница Гомельского медицинского университета. У Мазыр приехала по размирковании разом с мужем. И на даденный момент семья связывая свой лёс с райцентром. Бо, як отзначает девчина, тут добрые умовы для профессийного росту. Много интересных случаев. Иногда приходится приходить домой и читать что-то, узнавать даже для себя новое. Но в дальнейшем хотелось бы, конечно, развиваться ещё дальше. Может быть, перейти в узкую специальность по возможности. Молодые специалисты и упыненные, реализовать себе можно и у сельской мясцовости. Многие нав отличают, что только тут можно отримать першопочатковые навыки для дальнейшего профессийного росту. Татьяна Маркова после закончения Минского державного медицинского университета была накерована проходить интернатуру у районный центр. Первым же местом её работы стала Мелешковичская больница Сестринского догляду. Сёня Татьяна заявляется уже загадчиком этой установы. Что мне понравилось, наверное, уже за моё время работы, то, что здесь есть очень много случаев, которые не связаны с терапевтическим профилем. То есть это случаи хирургического профиля. То есть достаточно разнообразные ситуации, в которые приходится вникать. То есть ты что-то узнаёшь новое, а ты чему-то учишься больше, есть тиму развиваться. Потому что пункт населённый находится всё-таки на расстоянии от города. И нам приходится оказывать и первую медицинскую помощь до приезда скорой. Поэтому в этом плане очень даже интересно. То есть мне как молодому специалисту это как раз плюс. Что год у розной медустановы Мазырского района приходится працевать свыше 50 молодых людей. Покидают свои месяцы после отпрацовки одинки. Кировничество района доброразумея, что для того, как и далее захавать эту установочную тенденцию, необходимо протягивать активно працевать над створением належных умов для молодых специалистов. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Мазырский район. Завтра в Жлобене отбудется шостая гульняч варцфинального супредстояния хокейного клуба «Гомель» и «Жлобенского металлурга» в чемпионате Беларуси у «Экстралізе». Зараз лику серый до четырех перемог, три-два на корысть гамельчан. Пятый матч отбылся у лядовым палаце областного центра. Интрига в гульне, амаль, зникла пасля першые половы основного часу. До середины другого периода гамельчане закинули у вороты гостей четыре шайбы. У третьим периоде остальные волки отказали однойчей. Однако свои вороты у недотекальности не покинули. Однак «Лик-5-1» – не адлюстровая атмосфера, якая была на пляц соуце. Бескомпромиссная боротьба за кожную шайбу, мнозство одинаборствов, сутычек и зарад эмоций. Сталевым волкам необходимо завтра обовязково перемогать, как протягнуть боротьбу за право сгулять у полфиналя. Гульня у жлобене почнется у 19.01. Сегодня у средней школы номер 25 Гомеля отбылась спартакияда, присвеченная 99-й годовине створением милиции нашей краины. Организатором мероприемства выступила Гомельское областное управление Департамент Аховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Спартакияда распочалась с традиционного урошистого открытия серед уделников гетага физкультурно-здоровленчага одночасово-тематично-забавляльного мероприемства в учнии 8-х и 10-х класов правовой накерованности. А так само их кураторы, супрационники Гомельского областного управления Департамента Аховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Правовые классы у Гомельской середней школы номер 25 заявились о вересне. Зараз у них займаются больше, как 50 в учнях. С подлетками представники силовых структур состракаются регулярно, бо принимают самая активная удела в жизни этих классов. С начала открытия правовых классов в нашей школе прошел ряд совместных мероприятий с Департаментом охраны. Это и концерт ко дню учителя. Это концертное мероприятие ко дню защитника Отечества 23 февраля. Каждую неделю проходят совместные построения наших ребят и сотрудниками Департамента охраны. Ребята очень активно, с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях. Спартакеяда, просвеченная 99-й годовине створения милиции Беларуси, уключила в себя вешерах самых разных спортивных заданий. Удельники эстафеты, а это сборные команды со школьниками и супрационниками областного управления Департамента охоты демонстровали у них спрыт, худкость и силу. Здоровый образ жизни должны вести в принципе все люди, но особенно и сотрудники органов внутренних дел. Мы своим примером хотим показать детям, как нужно становиться сильным, смелым, умелым. Бадай самым яскравым, запоминальным и цикавым моментом спартакеяды стала демонстрация кинологами особных приемов звучебной программы дрессировки. На вачах подлетка у собака бездакорно выконывал розные команды, а коли гэта было необходно, игноровал наумысные провокации, гуковые эффекты и физичный тиск. Дарючевушник класса у правовой накераванности, у будущих плануют звязать свое житё с правоохоуной деятельностью, а тому подобные суместные мероприемства школьников и супрационников областного управления Департамента Аховы будут протягиваться и далее. Профилактичные лекции, семинары, занятки паспортывной подрыхтуции и самообороне усеяны накераваны на то, как продемонстровать подлеткам серьезность, складанность, отказность и разом с тым значность и необходность для громадства профессии правоохоуников. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». И это был опошний сюжет выпуска. У студы працывала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры.